Всем привет, с вами Encrypted, и сегодня у нас долгожданная, никем, вторая часть обзора смартфона Solana Saga, в которой мы рассказываем опыт использования и более подробно говорим о Web3 функциях, то, что я обещал в первой части обзора. Также отвечаем на ваши вопросы, мы под прошлым видосом и в YouTube сообществе спросили, что вас интересует в этом смартфоне, и вы накидали очень много вопросов. На самом деле нет, потому что телефон немножечко все-таки не на хайпе, и про это мы тоже поговорим. Начнем с того, что телефон официально в Украине не продается, и нам этот телефон, вот этот вот замечательный телефон, дали на обзор ребята из движа, и мы им еще раз хотим сказать спасибо. Что такое движ? Это сервис обмена криптовалют на фиатные валюты, что в связи с недавними ограничениями в Украине очень-очень актуальная штука. У ребят очень много оффлайновых точек обмена, благодаря которым можно удобно обменять криптовалюту. Также у ребят есть новостной телеграм-канал и инстаграм. А еще ребята поддержали нашу Encrypted Conference 2023. За это им огромное спасибо. Начнем с разбора Solano Saga как флагманского смартфона. Именно так Solano его и позиционирует. За хардверную часть отвечала команда Awesome. Это их переделанная версия смартфона OV1. Сами ребята делали линейку смартфонов под названием Essential. Она провалилась, что в принципе немножечко не обнадеживает. А Solano в свою очередь добавила уже веб-три функции. На уровне прошивки и на уровне некоторых аппаратных фишек. Характеристики мы не будем сейчас затрагивать. Они были в первой части этого обзора. Поэтому мы тезисно изложим. Это флагман прошлых лет. То есть он не дотягивает до флагмана текущего поколения. Но это крепкий флагман 2021-2022 годов. Из-за процессора и ряда других функций. Если очень кратко, он действительно соответствует флагману. По экрану, по качеству материалов, по сборке, по всему. То есть нет ощущения, что это какой-то китайский дешевый смартфон. Даже если учесть, что есть смартфоны с таким же дизайном или очень похожим. Но с более бюджетными вариантами материала. Этот действительно ощущается как флагман. За исключением одного момента. Это Vibro Outfit. Казалось бы, что он не сильно должен влиять на ваши ощущения смартфона. Но если у вас, допустим, айфоны из последних. Или Google Pixel. Или флагманский хороший смартфон с нормальным тактик-энженом. То вы ощущаете, как вам в клавише отдается вибрация четкая. Прямо как будто бы вы бьете по кнопкам. Здесь ощущается, как будто бы вы пользуетесь каким-то дешевым китайским... Я не знаю... Как будто хуйня китайский... Я не знаю, какое слово подобрать. По модулям камеры. Это модули камеры от Sony. Они в целом неплохие. Но это не уровень ни айфона, ни тем более пикселей. Это обычные, возможно даже выше среднего, модули камеры. Смотрите, у Sagi есть куча альтернатив в этом же ценовом сегменте. И даже ниже. Если мы говорим именно андроидовский смартфон. То есть это куча ванклассов. Это тот же Pixel. Это тот же Samsung S21, например. И так далее. Огромное количество смартфонов, которые в принципе подпадают в эти характеристики. Если вы рассматриваете айфон, то там тоже есть ряд вариантов из прошлых поколений. Но мы же сюда пришли не просто за андроидовским смартфоном. Нам же нужны Web3 функции. Теперь давайте разберемся, как дела у них обстоятся в Web3 функции. На презентации, когда анонсировали Sagi, сказали, что есть две больших проблемы для того, чтобы... А я показал две, а по факту четыре. На самом деле две большие проблемы для мобильных устройств. Криптоустройств. Это безопасность хранения средств. И второе. Это удобство подключения к Web3 приложения. Из-за репрессивной политики Apple и Google в отношении Web3 приложений. То есть огромные комиссии, не пропускает много децентрализованных бирж, NFT-маркетплейсов и так далее и тому подобное. То есть это огромный минус и огромное количество приложений в мобильном варианте. Так и не видят свет из-за такой политики крупных маркетплейсов. Ну и Solana, естественно, предлагает решение. Первое решение безопасно хранить средств это через SeedVault. Что у нас есть? Интегрированная на уровне системы такая вот штука. Смотрите, называется она SeedVault. То есть вы заходите и у вас есть SeedFrasa и авторизированные приложения, которые могут иметь доступ к этой SeedFrasa. То есть у вас есть отдельное место на смартфоне, к которому не имеет доступ операционная система. Там, где происходит взаимодействие с ключами, вы даете авторизацию кошельку, а кошелек уже в свою очередь взаимодействует с разными приложениями. NFT-маркетплейсами, Dexами и всем остальным. Вы можете создать как новую свою SeedFrasa, так и использовать старую уже имеющуюся. Особенностью является то, что взаимодействовать можно только с авторизованными кошельками в сети Solana. Это Phantom и Sunflayer. Дальше, теоретически, возможно взаимодействие с любыми кошельками. Но сейчас авторизованные только Solana, и только Solana можно и взаимодействовать. Ну, логично, это Solana Saga. Сам Volk не хранит SeedFrasa. Он ее генерирует, когда вы создаете свою SeedFrasa. Если вы ее переносите, то это, собственно, ваша SeedFrasa, которая была генерирована на другом кошельке. И, собственно, чтобы не потерять свои приватные ключи, активы и так далее, вам нужно в любом случае записать SeedFrasa и хранить ее очень бережно, тщательно. В сейфе где-то спрятано. Ну, короче, вы сами все знаете. То есть тут ничего нового, здесь все как обычно. Единственное, что оно хранится именно в ваши активы. Вот этот блок взаимодействия с SeedFrasa находится на отдельном от системы уровне. Ну, во всяком случае, так заявляли представители Solana. Вторым моментом является магазин нативных на Solana приложений Solana Dapp Store. Вот здесь его видно. Я сейчас вам расскажу небольшую предысторию. Первый раз, когда мы записывали обзор, мы решили его разбить на две части. Мы рассказали в целом про телефон, но не тестировали Web3 функции. Мы записали обзор, и я некоторое время пользовался этим телефоном, и такой подумал, ну, сразу же подумал, что нужно воспользоваться Web3 функциями. И знаете, в чем была проблема? То, что после переноса SeedFrasa или создания новой SeedFrasa, никакого взаимодействия с Dapp Store не было. То есть вы заходите, и оно не открывает, как вот сейчас, а просто, ну, типа, грузится бесконечно. Я попытался связаться со всеми, кого я знаю из Solana, напрямую. Мне сказали, да, да, вот, типа, свяжем с Solana Mobile, они дадут ответ, все классно будет и так далее. Ну, и, в общем, я так и не получил никакого ответа от ребят. Я несколько раз сбросил до заводских, попробовал еще раз перенести свою же SeedFrasa, и оно заработало. То есть, я не знаю, это, типа, либо было баг, либо это фича такая. Ну, короче, вот случилось, то же случилось. Не было такой какой-то нормальной поддержки. Я зашел в Zendesk, у них есть саппорт, зашел, здесь где-то будет скрин, не работает Dapp Store. Заходишь, а там было написано, упс, эта статья еще не написана. Я думаю, ну, охеренно, ну, классно, типа, все, топ. Купил телефон за 1000 долларов, чтобы пользоваться с Solana'овскими приложениями, и у тебя нихера не работает. Но сейчас все работает, и более того, с момента, как у меня получилось его запустить и до сейчас, появилось несколько новых приложений в этом Dapp Store, и они время от времени обновляются. Так что, какая-то работа ведется, но все равно приложений для того, чтобы закрыть все ваши потребности, даже в условной экосистеме Solana, маловато. Заходим в магазин Dapp Store, обновляем Phantom Wallet. У меня там должна быть на кошельке парочка Solana. В частности, 92 доллара, я богач. Давайте попробуем свапнуть что-то типа на 0.1 Solana на доллары. Все свапнуло, успешно. Еще есть специальный SDK, который позволяет запустить любое приложение из браузера, просто подключая кошелек. То есть, таким образом, вот моя претензия, которая звучала, как то, что то количество приложений в Dapp Store недостаточное для того, чтобы закрыть потребности даже пользователя Solana среднего, по идее, должно быть нивелировано. Но вот сейчас я зашел на Radium, и здесь есть Connect Wallet, Mobile Wallet Adapter, вот этот функционал, и никуда не происходит, просто ничего. Ну, типа, просто, типа, ноль происхождения. Так. Wallet, ноутка, ноутка, что еще там есть? Serum? Serum, наверное, скис, блядь. Jupiter. Jupiter. Короче, тут такой штуки нету, но она, по идее, должна работать, так или иначе. Теоретически она должна работать из Phantom Wallet, а вы заходите в браузер, и здесь любую штуку вводите, которая вам нужна. В принципе. Ну да, она так и работает. И здесь вы можете, у вас автоматически Connect Wallet и так далее, и там подобное. Но, типа, через обычный браузер это не работает, к сожалению. Или, может быть, я не так что-то понял, напишите мне в комментариях, как вы любите, как, типа, туши не шарю и так далее. Может быть, фанаты Solana Sagi будут, которые во всем разбираются. В общем, типа, стандартная браузерная история, как на любом Android смартфоне, работает. Тут, типа, нет ничего сверх такого, сверхъестественного. То есть, если вы заходите в Truss Wallet, в MetaMask или еще куда-то, вы можете воспользоваться любым приложением через внутренний браузер. Это будет не супер нативно, не супер прикольно, но, в принципе, сделать свап, продать и нафтишку, купить и нафтишку или еще что сделать, вы сможете. На айфонах не сможете ничего такого сделать. Но, типа, в Solana обещают, что они вот этот процесс из любого браузера и более нативно обещают сделать. На данный момент не работает, возможно. Опять нужно что-то сбрасывать до заводских и делать, как вот вначале, как с заходом в App Store. Но, типа, вот я говорю на данный момент, что у нас есть. Еще что стоит отметить, то, что при каждом взаимодействии с приложением, даже с фантомом и свапалкой какой-то, у вас происходит очень много подтверждений всего. То есть, если вы, допустим, на компьютере заходите, вы зашли, ввели количество, если у вас нет опробов, вы опробовали. Если у вас есть опробов, вы просто нажимаете свап, подписали транзакцию и все, и транзакция прошла. Если мы говорим про вот текущее взаимодействие, то вы нажимаете опроб, насколько я понимаю, опроб сидволта, потом опроб фантома в самом приложении. То есть опробов очень много. Вы просто постоянно прикладываете свой палец к отпечатку и, типа, вот, постоянно опробите какие-то базовые действия, при том, что вы делаете что-то одно. То есть, например, вот есть приложение Minty Fresh. Я тут сделал замечательную такую штуку. Заминтил фотку. Здесь можно минтить фотки. Вот это прикольный функционал. Можно минтить фотки из вашей галереи в NFT-шке. Это очень прикольно. Вот заменитил NFT-шку с рошеновской шоколадкой. Не знаю, вы видите, не видите. Здесь написано SCARP и описание, что вы бачите перед собой. Потому что вот эти шоколадки, это действительно SCARP. Вот настал момент рекламной интеграции в этом видео. Наконец-то. Так вот, чтобы такую штуку сделать, вам нужно сделать очень много каких-то действий совершить, которые вы... Ну, типа, которые вам, конечно, вот, допустим, мы сфоткаем сейчас Серегу. Серега. Нажимаем создать токен. И мы аутентифицируем один раз. Апробуем большую подпись. Еще раз аутентифицируем. Еще раз. И еще раз аутентифицируем. И еще раз апробуем. И еще раз подтверждаем. Я хотел сказать, что типа... Все, мы создали NFT-шку. Вот у нас есть две NFT-шки. Одна вот эта замечательная, потрясающая. И вторая не менее замечательная Серега. Еще есть такая фишка. При покупке телефона, при установке Сидволт, у вас есть возможность заклеймить NFT-шку, которая называется Saga Reward. Там вы можете получить какое-то энное количество наград от разных приложений. От NFT-маркетплейсов, от игр, от всего такого. То есть, пока наград не супер много, но по идее список будет расширяться. Стоимость телефона это пока не окупит, конечно же. Но со временем может быть какие-то прикольные приложухи добавятся в этот список. Разберем плюсы и минусы. Из плюсов у нас характеристики, которые действительно соответствуют флагманскому смартфону. То есть своей цене плюс-минус. Возможно чуть завышено, но тем не менее. Почему я об этом так говорю как плюс? Потому что у нас был обзор телефона Fini, который вышел в 2018 году. И он стоил 1000 или 1200 долларов. И он до флагмана не дотягивал, ну типа, долларов 500. То есть, типа, он был достаточно слабенький. Еще более слабенький. И там не работали даже базовые функции, типа, как, например, в Cold Wallet. Который здесь, Сидволт, работает. Еще одним преимуществом является чистый Android. Он хорошо оптимизирован. Все замечательно работает. Ну и на системном уровне добавлены вот эти Web3 фишки от Salon. Нативно в систему. Ну и, собственно, Web3 функции. Это защищенное хранилище и Деппстор. Но здесь как бы есть и плюсы и минусы именно в защищенном хранилище и в Деппсторе. С одной стороны, если вы хотите использовать защищенное хранилище, скорее всего, у вас есть Ledger. И Ledger у вас, скорее всего, лежит где-то дома в сейфе спрятан. И вы пользуетесь им очень редко. Потому что вам с Ledger не нужно ни подписывать транзакции, ничего такого делать. То есть вам, если это не нужно, то нужно делать очень редко. А вы обычно для этого используете какие-то Mobile Wallet или там хромовское расширение или еще что-то. То есть функционал защищенного хранилища, скорее всего, вы представляете себе в чуть-чуть другом контексте. То есть когда вы храните холодное устройство или ситфразу где-то в защищенном месте и обычно с ним не взаимодействуете. Здесь в принципе оно работает, но безопасность вашего хранения зависит от того, насколько в безопасности вы и ваш смартфон, собственно. Так что тут такая штука. Ну и собственно NFT-шный Marketplace, который пополняется время-то ими приложениями. Что там из них работает. Но в целом, если у вас Android, то большинством из подобных приложений, большинством, то есть возможно NFT-шку заменить вы не сможете с фотки, но большинством приложений типа что-то свапнуть и что-то в таком духе сделать, более привычные действия, вы, скорее всего, сможете. Да, это будет не настолько нативно из кошелька в приложении, но тем не менее сделать вы это сможете. На iPhone, да, это большая проблема и это действительно, не побоюсь этого словосочетания, останавливает развитие криптоиндустрии. Потому что мобильных вюзеров в последнее время сильно больше, чем десктопных. Децентрализованные приложения тоже работают как Mobile First. Но они не могут работать таким образом в стопроцентном режиме, потому что у них нет такой технической возможности из-за ограничений маркетплейсов. Посмотрим, как будут обстоят дела после того, как еврокомиссия вынудит Apple добавлять сторонние маркетплейсы и так далее и тому подобное. Возможно, что-то поменяется в лучшую сторону. Но пока ситуация достаточно оплаченная. Из минусов у нас высокая стоимость, потому что все-таки телефон дороговато для своих характеристик и функционала. Вторая проблема ощутимая, это время, когда он вышел. Он вышел слишком поздно для того, чтобы попасть на хайп-трейн Соланы. Потому что когда у всех саланских чуваков были деньги, они активно покупали NFT-шки, что-то свапали и так далее. И когда этот телефон был бы им очень-очень вместен, и практически каждый из них был готов купить такой телефон. Приложения готовы были щедро насыпать за вот эту Сидволт NFT-шку. Эти времена прошли. Он вышел именно сейчас. До следующего Булрана он еще пока не наступил. И там ограниченный функционал только Солановской экосистемы. Если бы здесь был функционал, который был совместим с CVM-сетями, то это было бы сильно-сильно веселее. То есть любая NFT-шка в любом условном эфире, бинвичейне, в любой сети работала бы. Это было бы прикольно. То есть вы могли бы минтить, использовать мосты и так далее и тому подобное в любой из сетей, которыми чаще всего пользуются. Это было бы круто. И, скорее всего, такой функционал появится. Возможно, не как устройство отдельное, а как SDK. Это тоже вариант. Это более нативный и лучший вариант, чем отдельное устройство для такого запускать. Еще есть из недостатков. Как мы говорили вначале, в Украине он не продается. И нам давали его ребята на обзор. И вот если телефон вдруг сломается, куда нести его, ремонтировать, не совсем понятно. То есть если сломается экран, например, или какие-то такие штуки, возможно, его можно без каких-то супер больших проблем заменить. Потому что там экраны такого размера, где-то там есть в наличии. Но если сломается что-то более серьезное, то как найти саппорт, как попросить помощь и где это делать, не совсем понятно. Потому что даже, как я говорил в середине обзора, что я пытался запустить дабстор, и он не запускался, мне некому было обратиться. А я на минуточку как бы медиа, я обращался как медиа, мы пишем обзор, и нужна помощь. И мне никто не ответил. Представьте, вы обычный юзер, который купил телефон, и вы пытаетесь связаться с кем-то. Но я не уверен, что вам ответят. Может быть, со временем ответят. Будем надеяться, что ответят. Лично мне не отвечали. И не отвечали с точки зрения запроса медиа, а не как типа просто не работает. Для обзора. А для них это достаточно важно, я считаю. То есть здесь, как бы, может быть тоже ощутимый недостаток. Поэтому ситуация странная. С одной стороны, Solana хотела сделать нативную повседневную штуку, которой будут пользоваться все. Для того, чтобы заотбордить огромное количество пользователей в крипту. С другой стороны, они ограничили все это своим одним устройством. Вместо того, чтобы делать это на софтверном уровне или каким-то другим образом, чтобы интегрироваться в другие экосистемы у людей, у всех есть смартфоны. Чтобы они интегрировали это в смартфоны людей. В айфоны, в андроид флагманы и обычные андроиды. Ну, в обычные смартфоны, которые есть уже у людей. Вместо этого они предлагают купить смартфон, который делают они. И таким образом они очень сильно сужают пользовательскую базу не только Solana, а и криптовалют в целом. Невольно вспоминается блокчейн смартфон Fini. Вернее, он вольно вспоминается, потому что мы делали обзор. Это был первый такой большой блокчейн смартфон. Ее было сильно больше проблем, чем у Saga. Saga, по сравнению с Fini, выглядит как успех. Fini вообще было непонятно для кого. Но, тем не менее, это не делает Saga 100% успешным устройством. Потому что, как следствие, Saga тоже унаследовала основные проблемы Fini. Это слабая экосистема. Тогда была слабая экосистема в целом криптовая. Нечего было особо делать в крипте. А сейчас речь про Solana. Только часть криптовой экосистемы. Возможно, вы хотите пользоваться не только Solana, а и другими блокчейнами. У вас в Solana Saga это пока не получится. И вторая штука – позиционирование на рынке. То есть, с одной стороны, у нас есть Cold Wallet, на котором безопасно хранятся ваши ключи и так далее и тому подобное. Но вы не используете Cold Wallet с большими суммами для того, чтобы ходить с ним повседневно. Обычно вы храните его где-то в сейфе, где-то в защищенном месте. И очень редко с ним взаимодействуете. Поэтому вот это позиционирование немножко странно. Да, безопасность на базовом уровне – это очень крутая штука. То есть, в тех же Apple, в тех же Google Pixel есть отдельные чипы, которые отвечают за безопасность. Это крутая штука. И привязать их в плане безопасности к сидфразам и криптографии было бы очень-очень прикольно. Но отдельное устройство для этого – это достаточно большой вопрос. Итак, в итоге Solana – это очень нишевое устройство, нишевый веб-3 смартфон, благодаря которому хотели привлечь огромное количество юзеров к крипту. Но по факту это устройство, которое интересно небольшому узкому кругу энтузиастов, которое и так находится в экосистеме Solana. То есть, вряд ли он будет работать для людей, которые не в экосистеме Solana, например, или вообще не в крипте, для того, чтобы погрузиться в крипту. Но в целом попытка неплохая. И идея не отдельного устройства, а взаимодействия на софтверном и системном уровне с веб-3 приложениями – это очень классная идея. Будем надеяться, что ребята из Solana и другие разработчики подхватят эту идею и будут продолжать ее развивать, чтобы можно было нативно использовать все веб-3 приложения на любом смартфоне. Ну, а на этом все. Если вам вдруг сильно захочется третью часть, можем и третью часть снять, но там рассказывать уже нечего. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, пересылайте друзьям, пишите ваши комментарии, что думаете по поводу этого смартфона и в целом по поводу того, о чем мы сегодня с вами говорили. Ну и всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok